Привет дорогим моим любимым зрителям! Сегодня опять утренний, субботний влог такой из парка Гагарина. Вообще нужно сказать, что сегодня я проснулась рано утром с мыслью о том, что нужно идти на танцы, потому что я всегда в субботу утром хожу на танцы, но как же не хочется! Насколько же нету никакого желания? Я начала отслеживать свои мысли, почему нет желания идти на танцы, ведь они мне так нравились. Дело в том, что эта неделька была еще та неделька. Очники, заочники, плюс экзамены в трех институтах, это институт педагогики, психологии и социологии, которыми, собственно, я работаю, гуманитарный институт, экономисты, перездачи, сдачи, экзамены, зачеты. В общем, суть в том, что неделька выдалась еще та, а у заочников наших, пиарщиков, еще и начитки. И с утра до вечера, буквально с девяти, и бывало и до семи, то, конечно же, не способствовало моему посещению спортивного клуба. Я пропустила целую неделю, в том числе два танцевальных своих дня, потому что я хожу на танцы три раза в неделю. И вот сегодня суббота, казалось бы, суббота-воскресенье, нерабочие дни у меня на этой неделе. Я встала и... Ой, глаз что-то попало. Посмотрела в окно и вижу, что там холодно. Включила телефон, смотрю, там 31 градус. К тому же еще и вот такая вот поволока везде. То есть вот такая вот интересная, видите, атмосфера. То ли выбросы какие-то, то ли опять этот смог из-за непонятно чего. Я поняла, что просто нереально себя заставить. Но когда я начала отслеживать свои мысли, когда я начала понимать, что это все-таки банальная лень, а не стечение обстоятельств, которые позволят мне не пойти в спортзал, а какие, кстати, еще стечение обстоятельств. Ой, так сильно болит у меня нога. Болела нога настолько, что я пошла к врачу, и мне посоветовали сделать рентген в двух проекциях. Но рентген показал, что никаких особых разрушений костей у меня нету. Дело в том, что была у меня и наследственная такая вещь, связанная с ногами, и была у меня еще травма, когда меня сбила машина. И, собственно говоря, конечно же, это не способствует особо хорошему состоянию моих ног. Сделала рентгены, но так как, собственно говоря, ничего страшного с костями не происходит, все остальное это решаемо. Также муж говорит, поеду я маму поздравлю с днем рождения, живет она у меня в Сосновоборске. И, конечно же, все способствовало тому, чтобы остаться дома с ребенком, с больной ногой своей, с ленью, с морозом, с ленивым таким субботним, да, утром, плавно перетекающим в день и в вечер, а потом уже и в воскресенье, поэтому понедельник на носу. Но я поняла, что если я так сделаю, то, конечно же, и тогда на фотокурсы в субботу вечером я не схожу и не попаду завтра тоже ни в спортзал, ничего полезного не сделаю. Все ограничится просмотром Ютуба, все ограничится просмотром каких-нибудь сериалов, которые наверняка вышли в субботе. Вот великолепный век сейчас вышел, да, тоже я смотрю историю КСМ. Я помню, что в прошлые годы тоже смотрела я все в 150-м серии, наверное, да, про Херем Султан. Единственная радость, что выходит она раз в неделю по субботам, и, конечно же, очень это меня радует. Ну, началась история КСМ. КСМ, думаю, буду смотреть, хоть и двухчасовой, но раз в неделю. По крайней мере, это не очень много. Ну, в общем, вот такие вот дела. Все-таки решила я сходить. В принципе, вышла на улицу, поняла, что мороз действительно бодрит, что бодрячком могу я все-таки заставить себя взять себя в руки и, наконец-то, наконец-то потанцевать. Надеюсь, что моя история с отговорками и все-таки этим шагом к тому, чтобы одеться, собраться, взять рюкзак и все-таки вытащить себя из дома будет для кого-то полезно. Я надеюсь, что кто-то тоже, по моему опыту, сделает то же самое, соберется и, наконец-то, сделает сегодня что-то полезное для своего организма, потому что дома коврик, конечно, расстелить можно, но дома это все не то. Кошечка, собачка, у кого там что, да, живет, какая живность, дочки, сыночки, муженечки, и получается, что уже никакой абсолютно спортивной формы можно и не ждать. Вот, вот так, мои дорогие, вот на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам отличных, продуктивных, полезных для здоровья и приятных выходных дней. Вот такое вот у нас замечательное солнышко вышло. На этом я со всеми вами прощаюсь. Пишите мне сообщения, пишите комментарии, буду очень рада пообщаться. И всем пока-пока!